В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, в студии Олеся Харлина. Обороноспособность страны обсуждается почти в каждом выпуске федеральных новостей. Говорят о боевой мощи, достижениях в области науки и техники. Здесь, в Рязани, все это кажется очень далеким. А ведь именно в нашем городе работают те самые штучные специалисты. О них и пойдет речь в ближайшие 15 минут. Исторически Россия с древнейших времен была местом, где делались важнейшие изобретения в области обороны и вооружений. Но даже не все рязанцы знают, что одним из самых мощных предприятий, работающих на оборонку, был и остается конструкторское бюро «Глобус». Ракетные комплексы С-300, БУК, которые у всех на слугу, С-400. Во всех этих комплексах есть наша система контроля. Это не измерительные приборы, как многие думают, там, или не ракеты, не самолеты, а вот автоматизированные системы контроля, вот, допустим, ракет, самолетов. Сегодня РКБ «Глобус» – это предприятие законченного типа. Мы на участке механообработки. За соседними станками трудятся и ветераны производства, и молодые кадры. К вопросу преемственности в этих стенах мы будем возвращаться часто. Вот эти станки приобретены в прошлом году, освоены и запущены в производство. Постоянно идет приток свежих кадров. Берем только молодежь, принимаем ребят после армии, как правило, здесь же обучаем на рабочих местах, аттестуем, присваиваем квалификацию. Сегодня предприятие проводит разработку автоматизированных систем обслуживания и контроля почти по всем направлениям вооружения. Для авиационных средств поражения, для контроля бортового оборудования самолетов пятого поколения, зенитных ракетных комплексов ПВО, морского подводного вооружения, систем залпового огня и других. Появляется больше отечественной элементной базы, компонентной, на которой мы работаем. Вот в последнее время мы активно проводили работы и практически завершили по импортозамещению. Диплом первой степени, как лучшее предприятие по Рязанской области. Николай Васильевич Гоев – генеральный директор конструкторского бюро. Именно под его руководством примерно с 2012 года объем выполняемых работ увеличился втрое. Это установка вакуумного напыления УВН-71 и УВН-74 российского производства, на котором напыляются платы на поликоре и ситалье. Вот как раз, смотрите, оператор заправляет эту машину, потом напыляет на нее плату и дальнейшая идет она на обработку уже фотолитографом. Подобное оборудование в Рязани осталось только на двух предприятиях. Вот машина Пегасов, тоже немецкая, куплена 12 лет назад, ресурс уже выработала, но поддерживаем силами. Вот куплена машина месяц назад, пусконаладка приведена, она сейчас запущена. Становление КБ «Глобус» совпало с развитием оборонной промышленности, в частности ракетно-космической техники. Радиоэлектронный сектор так стремительно набирал обороты, что ведущие предприятия страны были рады отличникам радиоинститутов. В Рязани научно-технические кадры ковались буквально на соседней улице. За счет такого энтузиазма, что ли, начали. Все молодые, у нас без старых никого не было. И в те времена знали, что предприятие разрабатывает современные комплексы аппаратур, оборудование. Не все правильно представляли их назначение, не все правильно представляли, но об этом знали. И предприятие начинало именно с того, что разрабатывало сначала собственную вычислительную машину. По нынешнему уровню, конечно, она была примитивная, программирование было тоже примитивное, но тем не менее это работало. Там даже сейчас смешно говорить, оперативная память всего была на 13 регистрах организована. Нина Герасимова пришла в коллектив сразу из декретного отпуска. Уже тогда наши женщины умели не только пеленать детей, но и разрабатывать источники питания. Соблазила подружку свою. Мы вместе с ней поступали, вместе поступили и учились вместе. Правда, она на другом факультете, а я на ради факультете вначале подавала заявление. А потом, со временем, в ради факультет, вернее, наша группа попала, 14-й была, 3-14 группа. И она оказалась лишней на этом факультете. Нас перевели на прибор строительный факультет. Глобус сразу брал молодых специалистов под свое крыло. Обеспечивал детским садикам, давал жилье, гарантировал стабильность. Коллектив предприятия во все годы подбирался с такой точностью, говорят ветераны, что и после работы они находили много общих интересов. За просоюзную деятельность, за то, что было социалистическое соревнование между подразделениями. И когда мы занимали классные места, за классные места выделялись определенные суммы средств, денег. И ЦИХКОМ их старался рационально на все это использовать. Вот это сборная команды по футболу нашего пятого отдела. У нас даже была несколько раз, как бы мы проводили олимпиаду, комнату на комнату, видов по 15 спорта, начиная от домино, и футбол, и плавание, и забеги, и шахматы, и бильярд. В общем, кто во что гораст, все, что могли. У нас был спортсовет, у нас был торглоб, у нас был свой спорткорпус, кометы, это наш, мы его построили в 72-м году. У нас было три детских сада, мы сами их построили, да. У нас было 50 тысяч квадратных метров жилой площади, в которую мы давали сотрудникам. Глобус часто называют заводом, на что его специалисты справедливо обижаются. Это скорее научно-техническая лаборатория, где рождается, тестируется и производится сложнейшая аппаратура. Сердцем предприятия можно назвать монтажный участок. Цех запущен пару лет назад. Таких участка на Глобусе два. Производство штучное и требует женского терпения. До того, вот любой прибор, который здесь я вам покажу, это занимал, ну будем говорить, почти шкаф. Сейчас это маленький приборчик, который сделается на основе вот этих пласт, которые здесь монтируются под микроскопами, сидят монтажницы, а потом из них собирают приборы. Валерий Стручалин много лет отработал на предприятии ведущим инженером-конструктором. Говорит, что его на Глобус привела научная фантастика Ивана Ефремова. На занятия радиотехникой вдохновил роман «Туманность Андромеды». Будучи школьником, даже свою радиостанцию собрал. Ну что такое разработка? Надо работать мозгами, надо придумывать, что-то изобретать. У нас изобретателей много очень на предприятии было. О том, что их не меньше и сейчас, лучше всех знает начальник расчетной бригады Тамара Заикина. Как говорят москвичи, здесь все в натуральном хозяйстве. Да, мы все любим работу. У нас здесь программисты ценятся. И не во многих местах надо писать программы. То есть в основном программисты, пользователи. Мы же сами программы пишем. Поэтому очень интересная работа, где нужно и мыслить, и знать различные языки. И как это все будет конкретно к производству, чтобы в нужном месте просверлить отверстие. Для программистов задача состыковать реальное производство с программами сродни запуску шаттла. Буквально рвутся, опробовать новые станки в качестве оператора. О том, что когда-то платы были ручные, напоминает вот этот старинный агрегат. Еще работающий, если подключить компьютер, имеющий соответствующий контроллер. Мы написали программу обработки. Ну и дальше накладывался сюда лист с миллиметровкой. И с помощью пульта и кнопочки нажимали и скалывали все отверстия, все проводники. С 1 октября 1955 года, это официальная дата образования Глобуса, изменилось многое. Изначально филиал КБ предназначался для создания станции перехвата. Алексей Смирнов помнит, как начинали заниматься новыми направлениями. Он был самым молодым председателем правкома. Я, конечно, с большим удовольствием вспоминаю то старое время, когда тут все кипело. Тут дверь не закрывалась, когда было больше трех тысяч работающих. И тут постоянно все шумело, что-то то одно, то второе, то третье. По словам Алексея Ивановича, профсоюз КБ никогда не позиционировал себя как развлекательную организацию. Главной задачей всегда были и остаются достойная заработная плата, хорошие условия труда, обеспеченность жильем и тому подобное. Специалисты здесь такие же штучные, как и аппаратура, которую они выпускают. Это лучшая организация по работе в системе социального партнерства в радиоэлектронной промышленности в 2014 году. Среди НИИ и КБ численностью до полутора пищалок. Мы находимся на участке прессования печатных плат. Закупим новые пресса, тоже которые работают в автоматизированном режиме. Это 16-слойная печатная плата, ее основа. Которая дальше идет на травление, на обработку, сверление. За 60 лет создано 5 поколений автоматизированных систем контроля и технического обслуживания. Тот же стационарный комплекс АКА пришел на смену устаревшей аппаратуре ГУРД, которая выпускалась киевским КБ «Луч». Аппаратура была создана, прошла государственные испытания. С 2005 года она поставляется серийно в организации Минобороны. И предприятие проводит наращивание аппаратуры под перспективные авиационные средства поражения. Антон Трубников – начальник отдела 05. Выражаясь понятным языком, определяет техническую политику предприятия. Если задачу неправильно, неверно поставить для разработчиков устройств отдельных, блоков, стоек, платформ каких-то, оборудования комплексного, то, соответственно, задача в итоге будет выполнена с большой ошибкой. РКБ «Глобус» поставляет свою аппаратуру на экспорт в 15 стран мира. В 2008 году указом президента конструкторское бюро вошло в состав корпорации тактическое ракетное вооружение, что существенно расширило авиационную тематику на предприятии. Комплексники, у них диапазон работы очень широкий. И систему технику надо знать, и радиотехнику, и электротехнику, и информатику, и программное обеспечение, и интерфейсы. Анатолий Мисник пришел на «Глобус» как раз во время совместных работ с ЦНПО «Комета» по созданию систем морской космической разведки целеуказания. На развитие этого направления ушло около 10 лет. «Глобус» тонко чувствовал малейшие тенденции развития техники. Нам приходится делать и передатчики, и приемники, и в диапазонах частот от десятков сотен мегагерц до гигагерц до миллиметрового диапазона. Все наши специалисты должны уметь. РКБ «Глобус» оставляет удивительное чувство. С одной стороны, вот она, вся мощь обороны промышленности, ее сила, внезапность и точность. С другой, как в старые добрые времена. Коллективное творчество, дружный поход в производственную столовую, одна запись в трудовой книжке и бережное сохранение традиций. У нас здесь в этом самом находится 11 или 12 человек были награждены первым правительством наградами. Это первая награда «Глобуса». Награждение было у нас в Кремле. Ну вот, Санислав Павлович, Андресуфонов. Сейчас у нас он управляет авторский коллектив по написанию книги «История предприятия». Новую историю будут писать уже современники. Александра Морозова – председатель Совета молодых работников. Трудится в отделе экономистов всего пять лет, а уже готова поделиться впечатлениями от трудовых достижений и увлекательных форумов, на которых удалось побывать. Я, как бы, можно сказать, пошла по стопам. Мама у меня тоже здесь еще работает. Мама активно участвовала в общественной деятельности, также в художественной самодеятельности. Ветераны предприятия хорошо помнят, какой большой путь развития прошло их конструкторское бюро. От полуручных до современных автоматизированных компьютерных систем. Подведем итог. В 60-е годы именно первые разработки автоматов контроля аппаратуры определили направление работы. В 70-е и 80-е идут плотные разработки аппаратуры второго поколения. Автоматизированная контрольно-испытательная станция с развитой вычислительной техникой, разработанной собственными силами и уже с использованием единой базы. 90-е и начало 2000-х запомнились такими комплексами, как АК, АКИ-1 и автоматизированными контрольно-испытательными станциями на основе современных персональных ЭВМ. Специалисты РКБ «Глобус» никогда не останавливаются на достигнутом. Аппаратуры третьего и четвертого поколений определяют современный облик предприятия. Заглянем в цех щелочного и кислотного травления. Полный цикл производства платы здесь. И в конце регенерация растворов медно-содержащих, чтобы исключить сброс этих отходов с наших очистных сооружениях уже в горы. Это вот обрабатывающий центр фрезерный, который позволяет изготавливать корпуса микросборов с точностью до 5 микрон. И тудоемкость снижается в 4-5 раз изготовленного универсального оборудования. Это токарный станок с ЧПУ. Это на массовые детали типа шпилек, винтов, всевозможных. На сегодняшний день средний возраст сотрудников КБ составляет всего 41 год. И все они считают, что «Глобус» – одно из самых перспективных предприятий, которое продолжает заботиться не только о военно-промышленной мощи, но и о своих кадрах. В 2012 году построена своя база отдыха. В 2015 получено разрешение на строительство еще одной многоэтажки, квартиры в которой сотрудники «Глобуса» смогут приобрести по цене вдвое меньше коммерческой. Все это вызывает чувство гордости. Особенно за то, что именно в Рязани есть предприятие, которое оказывает существенную роль в укреплении обороноспособности России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова